Друзья, всем привет! И сегодня у меня на видео обзоре наикрутейший сварочный аппарат китайского производства Dekapower MiG200. Этот сварочный аппарат 4 в 1. MiG, MAG, MMA и TIG с синергетикой. И сейчас мы с вами распаркуем коробочку, пробежимся по комплектации, как всегда по техническим характеристикам и в конце видео проверим его в работе. Так что не переключайтесь, усаживайтесь поудобней, а я начинаю. Поехали! Вскрыв коробку и сразу видим на сварочном аппарате подарочек. Сварочные краги кожаные. Спасибо! На комплектацию у нас входит сам сварочный аппарат Dekapower MiG200 4 в 1. Сварочная горелка, держатель для электродов, массовый зажим, сварочный щиток маска, вот такая вот щетка с молоточком, в подарок краги сварочные, Dekapower фирменные, инструкция по эксплуатации и набор ZIP. А конкретно запасные сопла, несколько штук, два ролика под проволоку 0,8, 1 мм и 1,2, под порошковую проволоку и под обычную проволоку, а также запасной наконечник на сварочную горелку. Друзья, по комплектации в принципе все понятно, все стандартно. Сейчас, прежде чем мы перейдем к техническим характеристикам, я хочу подключить сразу сварочную горелку и массовый зажим. Так как я в дальнейшем буду варить обычной проволокой, не порошковой, то массовый держатель я подключу на минус, как оно и должно быть. А если бы я варил порошковой проволокой, то бы массовый держатель я подключил бы на плюс. Но мы будем варить 0,8 обычной проволокой в среде инертного газа, в моем случае каргон, 82% аргона и 18% углекислоты. Поэтому сейчас я подключу сварочную горелку, минусовой зажим, или как вам удобнее, минусовая клемма, и перейдем к техническим характеристикам. Вот плюсовой разъем, вот минусовой. Так вот, для обычной проволоки массовый зажим мы кидаем на минусовой, а вот этот вот провод на плюсовой. Ну и, соответственно, евроразъем под сварочную горелку. Хорошенечко все затягиваем. Все подключено. Отлично. В принципе, сварочный аппарат подсобрали, все, что нужно, подключили. Теперь давайте быстренько пробежимся по его техническим характеристикам и, как всегда, проверим его в работе. Ну а потом чуть-чуть поварим. Посмотрим, на что он способен. DecoPower MiG200 – это инверторный сварочный полуавтомат с микропроцессорным управлением. В одном корпусе объединяет сварку проволока в среде защитного газа, или самозащищенной плюсовой проволокой. Ручную дуговую сварку штучными электродами и аргонодуговую сварку неплавящимися электродами. Вид сварочного аппарата сзади. Кнопка включения-выключения аппарата. Вывод кабеля на 220 вольт для подключения аппарата в сеть 220 вольт. Штуцер для подключения газа. Кулер для охлаждения аппарата. И табличка с режимами работы сварочного аппарата. С одного боку имеется вот такая вот вентиляция для охлаждения аппарата. С другого же боку вот такая вот дверца. Открываем ее. И тут мы видим механизм для подачи проволоки. Он полностью с металла. Ролик. Сейчас установлен на 0,8 и 1 мм проволоку. Также можно поставить на 0,6, на 1,2, на 1. Натяжитель. Все очень добротно сделано. Катушки с проволокой можно сюда устанавливать как килограммовую, так и 5-килограммовую. Вид спереди. Евроразъем под еврогорелку. Разъем под массовый зажим. Также, как я и говорил ранее, можно менять пулюса для того, чтобы варить порошковой проволокой. Включаем аппарат. Включив аппарат, мы видим синергетический цифровой дисплей с множествами регулировок. Протяжкой проволоки. Различными режимами. Синергетический режим. Ручной режим. Сварка электродами. И тик лифт сварка. А также множество настроек. Таких как софт старт, мягкий старт, бёрнбэк, дожек проволоки, 2Т, 4Т, функция колл-велдинг. При минимальном сварочном токе происходит значительное уменьшение тепловложения в деталь. За счет чего достигается легкая сварка тонких материалов. И уменьшается тепловая деформация. В синергетическом режиме сварки МИК-МАК скорость подачи проволоки автоматически согласовывается со сварочным напряжением. Режим синергетики доступен при сварке углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых и медных сплавов. Ручной режим регулирует скорость подачи проволоки и выбор напряжения дуги. Этот режим имеет те же возможности для регулировок, что и режим синергетики. Но значение параметров изначально выбирается самостоятельно, без учета синергетических кривых из памяти аппарата. Сварка ММА, сварка электродом. Максимальный ток до 200 А позволяет сваривать различными электродами от 1,5 мм до 5 мм. Толщины электродов. А регулируются все параметры, как ВРД, горячего старта, пассажа дуги и режима антизалипания. Режим ТИК-лифт-сварка. Сварочная горелка ТИК подключается к минусовому выводу сварочного инвертора. А кабель массы подключается к положительному выводу. Поджиг дуги осуществляется касанием. Варить я буду 0,8 проволокой, так что выбираем 0,8 проволоку. Минимальный ток при сварке 0,8 проволокой составляет 40 Ампер. А минимальное напряжение в режиме синергетики 17,5 В. Да, совсем забыл сказать. Длина рукава горелки составляет 3 метра. Длина зажима заземления составляет 2 метра. Потребляемая мощность аппарата при сварке МИК-МАК 7 кВт. При сварке ММА, сварке электродами 6 кВт. И ТИК-сварка 5 кВт. Диапазон тока сварки МИК-МАК от 40 до 200 Ампер. ММА от 40 до 200 Ампер. И ТИК от 40 до 200 Ампер. Теперь по размерам. Длина 470 мм. Высота 400 мм. И ширина 240 мм. По весу в районе 15 кг. И это без проволоки. С проволокой 5 кг катушкой. Ну, 20 кг он будет весить. Друзья, по техническим характеристикам данной модели сварочного аппарата поверхностно мы пробежались. Более подробную информацию можно узнать в интернете. А сейчас охота перейти от теории к практике. И посмотреть его в работе. Так что устанавливаю 5 кг катушку с проволокой. Подключаю его к газу. Каргон, как я и ранее говорил. Это 82% аргона и 18% углекислоты. Смесь. И попробуем его в разных режимах. В режиме синергетики и в ручном режиме. Поехали. Проволока 0,8. Катушка 5 кг. Устанавливаем. Проволока 0,8. Газ подключил. И не только. Аппарат поставил на свое достойное место. Где он будет стоять. Где он не будет служить. Ну а теперь варим. Попробуем на синергетике. 80 ампер, 20 вольт. Вот такая вот ржавая пластинка. Толщина 4. Пробуем. Сделаем пробный шовчик. Углом назад. Это вот такой вот шовчик. Углом назад. Синергетика. Сейчас попробуем при ручной настройке. Также углом назад. Попробуем на вот этих вот самых параметрах ручной настройки. На вот этот вот шовчик уже без синергетики. Валик, конечно, большой. Это нужно еще поковыряться в настройках. Углом вперед валик будет, соответственно, меньше. Но все же углом назад валик большой. Чуть-чуть нужно поднастроить. Так как я не первый раз варю, все же я выбираю ручные настройки. Синергетика, конечно, хорошо. Но вручную ты настроишь, как тебе нужно. Разрезал одну пластинку на две части. И сейчас с этих двух пластинок попробуем сварить уголок. Вот такой вот шовчик получился. Валик, конечно, очень большой. Нужно понастраивать. Но работает сварочный аппарат очень хорошо. И по звуку это слышно. Не плюется. Шов чистый. Все дело в настройках. Нужно понастраивать. Сейчас рядом сделаю еще один шовчик. И на сегодня все. Уже на других настройках. И посмотрим, что же получится. Так, ну уже, ребята, получше. Но все равно валик большой. Это опять же ручные настройки. Нужно будет уменьшить подачу проволоки. Ну вот, друзья, поигрался чуть-чуть с синергетикой. Вот, смотрите, валик уже меньше. То есть все дело в настройках. Хоть вручных, хоть синергетику. Все равно нужно настраивать. Друзья, я доволен. Аппарат просто классный. Очень много настроек. Синергетика это вообще вещь. Конечно же, качество шва зависит не только от аппарата, но и от проволоки. Но аппарат реально суперский. Почитав за него отзывы, говорят, что он хорошо варит кузовщину. Тонкий металл, даже 0,5 мм. Но у меня сейчас тонко-листового металла нет. Поэтому сегодня мы не будем варить тонкий листовой металл. Остановимся на том, что я вам уже показал. Ну а на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Ссылочку на аппарат я оставлю в закрепленном комментарии, кому интересно. Ну а я же хочу поднастроить аппарат под себя, потому что скоро сварочные работы. Надолго не прощаемся. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok